Мастер и Маргарита Что значит быть русским в России? И где есть ядро Российской империи? И когда начинается русское прошлое? И кто такие русские герои? Как отвечали на эти и другие сложнейшие вопросы своего времени наши предки, жившие в 18-19 веке? Быть русским в России. В нас в гостях историки Елена Вишленкова и Ирина Коротсуба. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Вишленкова окончила исторический факультет Казанского государственного университета, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Государственного университета Высшей школы экономики, Автор публикаций «Заботясь о душах подданных» и «Духовное образование в России» первой четверти 19 века. Ирина Коротсуба окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени Ломоносова, соавтор коллективной монографии, выбирая свою историю в развилке на пути России. МГУ имени Ломоносова, Потому что речь не идет о том, что у нас в каждом кармане есть ответ на каждый вопрос, и мы сегодня дадим вопрос на то, ответ, вернее, на вопрос, что значит быть русским в России. Наверное, это во все времена было трудно, быть русским в России. Но сегодня мы бы хотели поговорить о том, что в каждое время присуще вот свое понимание, что такое русский, что такое русскость, где находится русское ядро, вот как отличить русского от нерусского, и может быть труднее было ответить, что такое нерусский в России. И, ну, коль скоро сейчас уже известно по исследованиям национализма, что, в общем, представление о нации создают элиты, то мы бы хотели порассуждать о том, как вот российские элиты 18-19 века себе представляли, кто может быть включен вот в это понятие русский. Где будут границы русской нации, где будут границы русского народа. Какими вот характеристиками обладает вот эта общность, какими способами можно породить вот такую солидарность людей, и на самом деле можно, и как ее нужно было назвать, назвать ли их славянами, назвать ли их русаками, назвать ли их россиянами, или еще масса других вариаций и предложений по этому поводу было. При этом важно было сохранить явно вот такую общеимперскую идентичность и общеимперское вот ощущение единства, и значит, не породить вот отторжение или какого-то негативизма у людей, которые не будут включены в понятие русские. И вот как вот сохранить вот этот баланс в России и не нарушить вот неинтересов империи. Но почему тогда нужно было говорить вообще о нации? Кстати, вот вы сказали слово империя, произнесли ведь. Проще было там лейтенанту Шовенея крикнуть, что Франция для французов, или что-то в этом духе, потому что это была мононациональная относительно, мононациональная страна, а у нас это невозможно было изначально. И образцы могли быть разными, опять же. Если ориентироваться на Францию, то это гражданский вариант нации, когда объединяется вокруг государства. Если ориентироваться на те идеалы, которые выдвигали немецкие просветители, романтики, то это вокруг языка, территории, и это отсылает больше к такой вот сельской культуре, и в каким-то локальным культурам, связанным вот с определенной территорией, и что тоже очень неоднозначно, потому что, как мы знаем, баварцы до сих пор не причисляют себя к немцам и считают себя отдельной национальной культурой. Плюс там еще религиозный фактор, баварцы больше католики, чем остальная Германия, тиранская. И поэтому, как бы, с одной стороны, это примеривание неких европейских образцов на себя, с другой стороны, здесь был явный такой вот соблазн, во всяком случае, для верховной власти, говорить от имени какого-то объединения, какого-то единства, говорить об общенациональных интересах, выступать от имени вот этого собрания людей. И это было соблазнительно, когда говорили об испанском темпераменте, о британской сдержанности, о французском легкомыслии, и что нужно было назвать в качестве характеристики русской идентичности. Ирина II, вступив на престол, при обстоятельствах нам, в общем, известных, и где было трудно легитимировать свое право на этот престол, она заявляла о себе как о русской императрице. И вот это какая-то сценарная игра в русскость, где нужно было не только назвать себя русской императрицей, но и показать себя русской императрицей. И что для этого нужно было сделать? Каким-то образом вести себя. Ну хорошо, мы можем это представить, религиозные обряды, церковные, соблюдение церковных треб. Но кроме этого, и Екатерина II изобретает русский придворный костюм, в котором должны были ходить фрейлины, в котором должна была ходить она. Нужно было изобрести и представить, что такое русский характер. И как должны вести себя русская женщина. То есть мы переходим к предпосылкам, почему стал именно в этот момент такой вопрос для формулирования. Да, почему люди вообще... Можно чувствовать, но нужно же формулировать. Да, почему они вообще стали размышлять об этом, и мыслить об этом, и фантазировать на эту тему. Мы не говорим в ходе этой передачи о идентичности русского народа, о национальном самосознании русского народа. Мы в данном случае говорим о том, как европеизированные элиты России себе понимали, вот что такое это может быть. И к кому это должно относиться. Источником русскости будет верховная власть, или источником русскости это будет сельский крестьянин. Или это будет православная церковь. Откуда, так сказать, берется вот эта суть, этот источник. И мнение Екатерины Второй по этому поводу, оно тоже не было однозначным. Оно менялось во времени. И, собственно, какой-то договор с элитами она заключала вот в посредственном периодике, посредством участия в литературных журналах. Открытый ей журнал, основанный и то, и сё. Всякая всячина, извините. На страницах его обсуждались вопросы русские и нерусские. Потому что ведь для Российской империи того времени проблема еще стояла в том, что в ее составе были мусульманские народы, были кочевые народы. И это признак того, что страна находится за пределами цивилизации. Это страна, соотносящаяся с пространством варварства. Если это так, то тогда это пограничие. Вот пограничие между европейской цивилизацией и некой восточной зоной варварства. И Екатерина пытается обсуждать этот вопрос с интеллектуалами, с российскими на страницах издания. Провоцирует их тем, что там публикуются статьи от имени разных народов. От имени Юкута, пишущего на странице журнала. Или от имени калужского купца, который говорит о себе. Вот я так себя себя ощущаю. И смотрит на реакцию, которая это порождает. Если какие-то ее выступления, ну, например, о том, что все лучшее в русских – это от славян, а все худшее они взаимствовали от потар, вызвало мощное сопротивление и отповедь на страницах журнала «Святой и сел», она меняет эту позицию. Она говорит, нет-нет-нет, татары тоже хорошо, столько благородных людей, и все худшее от сарматов. Или какие-то другие выискивают подходящие формы. Одновременно с этим она стимулирует изучение обычаев и нравов. Потому что это определить неизвестное через неизвестное. Но и альтернативные версии, которые выслушивают, альтернативные версии, которые ей предлагают умные люди, подобно Ломоносову и подобно журналистам, участникам из Новиковского круга. Это обсуждение идет в процессе диалога. Николай Новиков – просветитель, писатель, журналист и издатель. К 70-м годам 18-го столетия примкнул к масонам. Издавал сатирические журналы «Трутень», «Живопитец», «Кошелек». Выступал за отмену крепостного права. Был организатором типографий, библиотек и школ в Москве и других городах. В 1792 году по приказу императрицы Екатерины II был заключен на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость. В 1796-м был освобожден Павлом I. Я вообще хотела сказать, что вот в той теме, о которой мы говорим сегодня, есть такое понятие, разработанное в последние несколько десятилетий западной наукой и введенное, собственно говоря, в оборот Эрихом Хоусбаумом, изобретение традиций. Это вот когда интеллигенция, если на свете своими именами Бог знает, что выдумывает, впаривает это народу, как его исконные национальные традиции. И с этой точки зрения, я, конечно, так сейчас очень упрощаю, вы понимаете так. Ну, как празднование Святого Валентина. Вот конкретный пример навязывания традиций. Нет, ну у нас сейчас вместо Святого Валентина День Петра и Февронии. Мы боремся. Вместо Валентинок у нас февроньки. Так сказать, у нас есть альтернативная. Вот, кстати говоря, к вопросу о том, о чем мы сейчас заговорили. Понимаете, если смотреть на то, как складывалась русская идентичность, то вообще мы можем, у историков есть такая мания, идол истока в том, чем дальше, тем лучше. Поэтому при большом желании мы можем начать со слова о законе и благодати митрополита Иллариона. Первая половина XI века. Потому что там уже такой гимн русской земли, который известен во всех краях света. Горячечная фантазия владыки митрополита, которая там прославлена святым крещением и так далее. Очень любит этот текст, потому что он такой патетический. Но если вот мы от Иллариона, от XI века уйдем дальше, дальше, дальше до наших дней, то мы увидим такую интересную вещь с русской идентичностью. Я бы ее назвала стихами незабвенного Наума Коржавина. А страна моя родная, вот уже который год, расцветает, расцветает, все никак не расцветет. То есть она у нас сформируется, потом, значит, как только она сформировалась и расцвела, кракается эта система. Бац, значит, заново формируется, заново, опять, и по новой, и по новой. И, в общем-то, до нашего дня, мне кажется, русская национальная идентичность толком не сформировалась. Потому что сейчас нам тоже не очень понятно, кто такой россиянин. Вот год тому назад у меня была такая радиопрограмма, где я сидела против депутата Государственного дома Владимира Ростиславовича Мединского. И когда я стала что-то говорить про россиян, он очень возручен мне сказал, ну, кто такие россияне вообще? Ну, что это Ельцин когда-то там с танка что-то сказал? На что я так, слегка обалдев, говорю, ну, вообще, вот наша Конституция 93-го года начинается со слов «мы многонациональный народ Российской Федерации» не устраивает? То есть это говорит о том, что концепт россиянин все равно, даже и сейчас, вызывает большое сомнение. А это кто такой? И это вот в массе своей славянин, да? То есть тогда мы вспоминаем про союз России, Украины, Белоруссии, про славянское, как это, ядерное, так сказать, ядро, да, как Дугин это любит говорить. Или это все-таки кто-то другой? Опять же, мы идем по пути создания гражданской нации или этнической нации. Вот законы тут при чем? Или они тут ни при чем? Мы живем на каких-то своих мистических законах, как митрополиты Лариона. Массовое сознание, по-моему, уже в 19-20 веке выплеснуло несколько таких тезисов в виде поговорок и пословиц. «Мама – турок, папа – грек, а я – русский человек». Вот там южно-русская пословица, это где-то одесса Николаев, это оттуда идет. Потом же было определение, только православный может считать себя русским. Но это и сейчас иногда, так сказать, об этом говорят. То есть определение по вере, но все равно не полное. Но все равно не полное. Да, учитывая то, что вера из нашей жизни то приходит, то уходит, то опять приходит. Это тоже вот страна моя родная, так же, как и православие. Ну, советский патриотизм же был в долгие годы. Хотя в его основу тоже, если разбираться, там очень много интересного. И была, на ряду с советским патриотизмом, в 70-е годы развивалась концепция советского народа, как новой исторической общности людей. Мы все это хорошо помним. Вот мы лично это учили в университетах. Академик Михаил Ким, как сейчас помню, с этим вот огромным кирпичом, который мы чуть не наизусть учили. И там было шесть признаков советского народа, как новой исторической общности, да. И где эти шесть признаков, и где это государство, и где Академик Ким, и так далее. Вот, то есть это процесс, который как-то в каждом периоде русской истории как будто бы начинается по-новому и завершается. А новый период уже опять по-новому это начинает и завершает. Вот это интересная черта. Этого, мне кажется, нет, скажем, с британским национальным самосознанием, да. А с немецким в меньшей гораздо степени. Или, к примеру, с японским. А вот в России мы, каждое поколение русских людей рождает какую-то новую Россию и новую идентичность. Но я хотела сказать, что нам почему-то так трудно рассуждать на эту тему. И даже вот как-то болезненно, и боимся, и вот подходить вот к ней. Во-первых, потому что всегда есть обвинение в том, что вот рассуждение на эту тему, оно разрушает нашу государственную общность. Она вот уже априорно ставит под угрозу вот некое вот такое вот единство. Во-вторых, мы наследники очень разных проектов. Вот даже в нашем языке вот постоянно присутствует. Вот вы сейчас сказали по поводу православной идентичности русского человека. Ее не было, не было такой связи в рассуждениях о русскости с православием в 18 веке. Почти не было. Но ее создают уже после войны 12-го года. И когда это оформилось, вот мы сейчас, оно у нас есть. Был проект тогда, когда русскость увязали вот с балалайочным, матрешечным таким вот наивом. Лубочным. И лубочным, да-да. И оно тоже в запасниках нашего сознания вот присутствует. Потому что если вот вроде всерьез говорить, ну как можно говорить всерьез о каких-то мультяшных вариациях вот русскости, да. Есть варианты такого милитаристского как бы подхода, когда вот русскость ассоциируется именно с борьбой с Западом, с военизированным таким вот сознанием. И что вот русскость человека, она проявляется только в условиях войны, когда нужно и ассоциируется с ненавистью к врагу. Непонятно, как она должна проявляться в мирное время и так далее. И плюс советский проект. Есть какие-то такие сквозные темы, вечные, нерешенные вопросы, которым еще долго пребывать вечно и нерешенно. Хотя в каждом поколении они как-то рождаются заново, но все с тем же результатом, я бы сказала. Вот, например, конечно, абсолютно неразрешимая проблема многие века русской истории, это все-таки Европа мы или не Европа, да. Вот я не буду залезать в митрополита Иллариона и протопопа Аввакума, но хотя бы вот с Петра Первого, да. В Петровское время, вот в одной из петровских повестей была такая фраза, что славный российский кавалер Александр в российских Европиях родился. Вот этот взгляд на Россию, как на российские Европии. Но потом, боже мой, сколько раз это менялось, да. Затем, помимо России и Европы, это можно в каждом поколении прослеживать, при том, что, в общем-то, уже начиная как раз с эпохи Екатерины Второй, довольно четко складываются такие прозападники и прославянофилы. Прото-западники, прото-славянофилы. В лице, там, скажем, Николая Ивановича Новикова, которую вы уже упоминали, с его журналами и просветительскими, и масонскими позже проектами. И в лице, скажем, Александра Николаевича Радищева с его творчеством, да, Радищев был не одинок. Далее, вот то, о чем вы мне спросили в самом начале, исторические представления. Конечно, для национальной самоидентификации очень важно представление об истории нации. И тут тоже, XVIII век, когда, в общем, происходит становление исторической науки, сыграл такую решающую, ну и роковую роль. Вот, например, знаменитый дебат 40-х годов XVIII века, спор вокруг нормандской проблемы, да, начатой Михаилу Васильевичу Ломоносову, собственно говоря, начатой и законченной. Потому что Ломоносов сделал страшную вещь, он перевел историческую проблему в плоскость политическую. И все, это гибель, так сказать, этой проблемы навсегда. Сейчас с тех пор мы все пытаемся ее как-то отмазать и перевести, а не получается, потому что Ломоносов был дивный гений, был Ломоносов. И смог тут, к сожалению, вот нам, мне кажется, многие пути и к добру, и к совсем другому, да, определить на долгие годы. Там с чего все началось? Значит, ну вот как бы, ну, даже вот смешно, да. Вот, значит, Гераль Фредрих Миллер, да, адъюнкт Санкт-Петербургской академии наук. Историк, в отличие от Ломоносова, который был химией, адъюнкт вообще-то, да. Значит, пишет диссертацию, какие проблемы, да, о происхождении имени и народа российского. Вот где, совершенно на основании железных данных, повести временных лет, там, сопоставлений, там, доказывает, что вот, собственно говоря, вот, как мы бы сейчас сказали, этноним рус-рос, скандинавское происхождение, и что вот мы называемся скандинавским именем, начало древнейшей нашей династии Лериковичей, это вот, варяжская династия, там, викинги, норманы, скандинавы, как хотите. Сейчас это все аксиомы, да, но тут, значит, Михаил Васильевич Ломоносов усматривает в этом страшное покушение на национальную честь. Потому что как это укормило российской государственностью истоков русской цивилизации стоят какие-то иностранцы? Как это? Чем древнее народ, тем славнее его история. И пошло, поехало, понеслось. Поэтому отсюда вот идет, кстати говоря, эта линия, та, которая сейчас в популярном сознании представлена, там, вот этой страной Гипербореей, древними русами. Это на таком уже совсем диком уровне фолк-хистрии. Но я училась, например, у академика Рыбакова, который нам говорил, что Геродотовы, Скифы, Славяне, это прославяне, Скифы, земледельцы, это прославяне, да. Это, значит, середина первого тысячелетия до нашей эры. На секундочку. А в учебнике, по которому я училась, было написано, что прославяне выделяются из индоевропейской семьи народов во втором тысячелетии до нашей эры. То есть это как? Выделились во втором тысячелетии, а государство возникло в конце первого тысячелетия нашей эры. Что 2000 лет делали? Ну, как бы, вот чем древнее народ, тем славнее его история. Ломоносов, собственно говоря, ведь ему, благодаря его незаврядным усилиям, удалось добиться того, что диссертация Миллера была сожжена на костре. Вот так вот, на секундочку. Ну, вот сжечь книжку, дисс, значит, прекратить дискуссию. Дискуссия с тех пор идет, уже скоро 300 лет будет, вот она еще долго будет идти. То есть и это тоже, да, вот, как, опять же, если говорить словами поиска временных лет, собственно говоря, первые слова поиска временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто, начав Киеве, первее княжите, и откуда русская земля стала есть. Ну, вот так вот до сих пор и разбираемся, да. И это очень важный пласт русской идентичности, особенно в условиях потерянной Украины, да. Вот если вы в Лондоне, скажем, проедете в одном из районов и увидите памятник Владимиру Первому Святому, то на нем написано «Святой Владимир, правитель Украины». Каждый сформирует свою национальную, да, the ruler of the Ukraine с крестом стоит, да. Каждый формирует свою национальную идентичность. И вот такие, в условиях того, что действительно вместо союза нерушимых республик свободных, которые сплотила навеки Великая Русь, да, существует 15 независимых государств, каждый из которых формирует свою национальную идентичность и не знает, что делать с национальной идентичностью соседа, да. И начинаются вот эти вот битвы на почве истории, исторической идентичности, вот, битвы там за Мазепу, за Бандеру, там, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, собственно, мы с самого начала заявили, что тема очень интересная и интригующая, как раз вот в контексте того, что пишется нашими соседями о самих себе, там, и о их большом русском медведе, вот, который всех пугает. Наша еще проблема в том, что мы очень большие. Если мы были маленькие, то, как бы, может быть, не такие дискуссии бы шли, а тут же мы большие. И поэтому что-то с этим надо делать, и как-то это надо осмыслять. И самое главное, куда двигаться дальше. Ведь все эти исследования, все эти разговоры и рассуждения, книги, баталии, они же пытаются быть направлены вперед. А вперед – это, значит, политическая конъюнктура сегодняшнего момента. Вот при Осипе Савельевиче был один подход к нормандской теории, потом он поколебался, сейчас другой подход. Что будет дальше, мы не знаем, опять волны. Кстати, о волнах. Вот это именно волнообразное развитие нашего общества и государства, может быть, это и есть то наше, в котором мы живем, только надо понять, на каком гребне мы сейчас находимся. Эстетичности не будет, конечно. Это будет движение, и, в общем, это один из законов физики, да, устойчивого движения, это за счет устойчивого бега и через такие изменения. Я помню, что мы как-то однажды ехали на конференцию в Томск, и ехали на поезде, это было там третьи сутки, неменяющийся пейзаж за окном, и моя коллега-историк, посмотрев на этот неменяющийся пейзаж, сказала, господи, за что ты нам дал такую большую родину? Это об ощущении себя большими. С историей или с созданием славного прошлого для русского народа, конечно, тоже было все не очень просто. Вот Ирина рассказала сейчас одну из предложенных версий. Действительно, история России создавалась прежде всего как история государства российского. И в XVIII веке, и Карамзин эту традицию продолжил. Это как бы та сетка, которая набрасывалась вот на эту дискретную и очень разную территорию, и совершенно разные народы, культуры, которая позволяла четко и как бы зримо сказать, что вот это единство. Потому что вот государство и государственные границы, они создают единство. Но наряду с этим создавалась еще и другая. Да, но вот такая версия государственная, она делала историю короткой. Она ее брала вот фактически там от IX века, а до этого предыстория или что-то такое. Но во всяком случае это не история России или не история русского народа, во всяком случае. Но были попытки сконструировать что-то до. Вот у того же Рыбакова было государство Вятичей, мифическое. И мы учились на этом государстве Вятичей, которое было там что-то в VII-VIII веке. И для XVIII века это вот попытки создания другой истории народа через вот то, что вы сегодня упоминали, через мифы, сказки, пословицы, песни, и шутки, поговорки, приговорки. Вот и начинается Россия, включается российская интеллектуальная элита, включается в общеевропейский процесс собирания фольклора. Для того, чтобы, ну правда их положение очень уязвимо. У многих европейских стран, которые создают свою национальную историю, у них за плечами есть большая длительная гуманистическая традиция, споры университетских профессоров XII, XIII, XIV, XV веков, что есть истоками Древней Германии, что есть истоками кельтов и вот так далее. В России этой традиции, по сути, нет. Не собран комплекс текстов. То есть она, ведь в представлениях XVIII века, быть цивилизованной страной, это значит, и быть цивилизованным народом, это быть письменным народом. Объективной реальностью обладают письменные тексты. А эти письменные тексты, они рассеяны по территории России, по монастырям, по различным церквям, где-то сгорели, где-то не сгорели. Все это вот разбросано. В основном сгорели, к сожалению. И мы не можем с четкостью сказать, сколько их было. Может быть, их было мало, а может быть, они просто не уцелели, а их было на самом деле много. Желание-то такое есть, по большому счету. И с одной стороны, это идут вот такие вот академические экспедиции или силами различных даже протокраеведов, которые собирают вот эти источники, переписывают, как уж они их там переписывают во фрагментах, вставляя свои кусочки. Это другой вопрос. И вот когда я говорила о собирании фольклора, то это, ну вот почему это общеевропейский процесс, потому что в течение конца 17 и 18 века во многих европейских странах просветители не только собирают фольклор, они его создают. Они переписывают французские там сказки, переписывают кельтские там истории и делают их более как бы удобоваримыми для просвещенного читателя. Они делают их более морализирующими. И поэтому мы получаем такие странные сейчас вот продукты, типа Красная шапочка, там Шарля Перо, непонятно, почему там девочку в лес отправили. И это переработка, потому что в первоначальном как бы виде это страшилки, как правило, да, которые запугивают детей и имеют, в общем, как бы другое происхождение. И вот в России, ну, круг людей вокруг того же Новикова, там Чулков, там Левшин, Измайлов, это вот люди, которые издавали различные журналы того времени, они одновременно являются публикаторами вот таких фольклорных текстов. Издается «Русская Ирата» 1792 год. Это как раз набор различных былин, связанных с догосударственным прошлым русского народа, дохристианским прошлым. Это желание протянуть вот эту историю, оттянуть в более давние времена к языческому прошлому. И тогда появляется идея, что русский народ – это вот объединяющим, как бы стержнем русского народа не православие является. Потому что православие есть у тех же болгаров, сербов, и масса других греков, народов. Это не является как бы русскостью основы. А вот язычество, может быть, славянское язычество – это то, что объединяется с другими народами, с теми же малороссами на территории Российской империи. И тогда возникает идея славянского мира. Это еще не панславизм, конечно. Это, опять же, не аппроприировано политикой. Это пока вот на уровне такого культурного и интеллектуального проекта. С национальными идеями что плохо? Как только возникает какая-то национальная идея в качестве культурного проекта, она очень часто захватывается политиками, перерабатывается и выдается в качестве некого лозунга, который, ну, побуждение к действию. А вот мы в данном случае говорим о том периоде, когда еще этого не произошло. И когда нация не стала государственной проблемой. В периоде, когда мы можем зафиксировать такие неровные края пошитого изделия, белые нитки, вот какие-то разные совершенно лекала, которые раскладываются на столе как пасьянс, и вот рассматриваются, что из этого может получиться. Ну и вот вариант фольклора. И тогда появляются русские герои. Потому что каждая нация нуждается не только в славном прошлом, но она еще и нуждается в героях, которые будут символами этой нации. И появляются наши богатыри русские. Правда, в XVIII веке они появляются совсем не такими, которыми мы привыкли сейчас их видеть. Это отнюдь не касая сажень в плечах на мощных конях. Они чаще похожи на западноевропейских рыцарей худосошные, такие вот субтильные и вот странствующие. И как-то какой должна быть Василиса, героиня вот таких многих булинных историй. То ли она должна быть красивой крестьянской девушкой, а значит полной, дородной, олицетворяющей. То ли она должна быть вот подобно аристократической, утонченной, худой и больше соответствовать европейскому представлению. Вот образ России 1912 года на выставке всемирной, помните, это же такая статная дама с мечом, с короной, имперский такой стиль, мощь. Да, но войне 1912 года, во всех рисунках войны 1912 года участвовала очень субтильная девушка. Худенькая, причем незамужняя, потому что ее обычно изображали с повязкой на волосах, а не в кокошнике, это подчеркивающий семейный статус. Потому что это еще как бы усиление, что незамужняя девушка побеждает военного офицера. Это вот унижение хуже просто не придумать. Ну, может быть, только ребенок еще может оказаться среди, скажем, партизан, и вот тогда таким образом представить. Вот. Ну вот я хочу сказать, что вот создавались вот такие разные варианты вот этого прошлого. В этом участвовали песни, потому что считалось, что вот в песнях есть тот субстракт, который называется национальный характер или народный характер, или душа. Вот появляется понятие народная душа. И вот что вот какие мелодии должны передавать вот эту народную душу? Будет ли это веселостью, либо это будет вот некой тоской, либо это будет постаральность вот какой-то? Да, вот русские традиции, например, заговорили о музыке. Почему русские военные марши вот как-то отличаются от всех других, от немецких, например, французских? Потому что там есть печаль. Вот в русских маршах есть вот слезинка, печаль. Не есть же! Но при этом я хотела бы отметить, что, да, конечно, что вот то, о чем говорит Елена, это вот такой чистый фейк. Да, потому что, значит, русский фольклор первыми еще в 17 веке стали записывать иностранцы, но нам это стало известно только во второй половине 19 века, что они там записали Ричард Джеймс, там это всякое прочее, как выражается Михаил Павлович Одесский, иностранная нечисть. Ну, это шутка юмора. А наши стали его записывать, собирать и изучать только в 30-е, 40-е, 19-е века. И переписывать. То есть это Гильфердинг, славянофилы, да. То есть вот то, о чем Елена сейчас говорила, в 18 век, это все придумано, глядя на осяна, который сам весь от начала до конца придуман. То есть это вот классическое изобретение традиций. Как бы нам себе вот такое что-то древнее создать. А в общем-то с некоторым успехом. Хотя потом это, конечно, пришло другое поколение, но уже совсем на, так сказать, других образцах это все делало. Они реально использовали собранные и написанные тексты в качестве аргументов. Но, во-первых, аргументов против того, чтобы... Против тех же иностранных авторов, где они усматривали ущемление такого национального чувства и достоинства. И, допустим, выступая против сочинения француза Леклерка, говорили, что вот пословица же о другом. Леклерк утверждал, что рабство вкоренено в русский характер. И вот как бы рабовладение, оно, ну, мысль вот такая, даже у нас на слуху, оно как бы является неотъемлемым вот таким свойством русского народа. Да, извините, Василий Павлович Гроссман, да, повесть все течет. Русская душа, тысячелетний раба, да? Да, да. Классический. И вот они показывали на основании фольклорных пословиц, что это ситуации, вынужденной ситуации, да, русский терпелив. А вот масса пословиц показывает, что он, в общем, совершенно не терпит принуждения, рабство и так далее. И вот пословица в данном случае используется как достоверное историческое свидетельство. И, кстати говоря, Екатерина II считается изобретателем целого ряда русских пословиц, который она так и сборничек и назвала, русские пословицы, вписав туда, собственно, ну, свои собственные афоризмы и приписав их русскому народу. Конструкции свои, да. Да, в таком творчестве принимали участие не только, так сказать, вот неангажированные интеллектуалы, это было вот такое общее движение и общее видение. И, ну, вот американский исследователь Натаниэл Найт, который изучал вот становление таких этнографических традиций в России и становление какого-то этнического вот такого сознания, он вот показывает, что во времена Екатерины II, особенно вот в конце ее царствования, есть такое явление, как фольклорный китч. И вот когда аристократия играет в русскость, она переодевается в русские костюмы, многие аристократки рисуют русские портреты в русском костюме, при этом мы видим, что это кокошник, усеянный жемчугами, кисия вышитые, там, вот каким-то... А потом при Николае Александровиче это повторилось же, заметно, новый русский стиль, 912-14 год. Да, была каковременная пауза вот после Александра, а при Николае в 30-40-е годы опять по-новому это началось. Да, но там было несколько иным вот этот переход. Все-таки мы, наверное, продолжим через... Не перепрыгнем, а вот от конца XVIII века, вот к Александровской эпохе, потому что, на мой взгляд, она здесь интересна тем, что и война с Наполеоновской Францией, то есть начавшаяся там с 1805 года, да, фактически и до продлившейся до Венского конгресса 1815 года, она очень обострила вот эти поиски. Венский конгресс проходил с сентября 1814 года по июнь 1815-го. На конгресс собрались представители европейских держав. Конгресс завершил войны коалиции европейских государств с французским императором Наполеоном. Были заключены договоры, направленные на удовлетворение территориальных притязаний держав победительность, и закреплена политическая раздробленность Германии и Италии. Варшавское великое герцогство было разделено между Россией, Пруссией и Австрией, а Франция была лишена своих завоеваний. Поиски такого национального единства, они имеют еще и военно-стратегическое значение. Противостоять как бы французам, как единой нации, с их едиными интересами. А Россия в качестве такой разрозненной, совершенно с разными интересами империи, где непонятно башкиру, нужно защищать, кого он защищает, вот свою страну, свой дом, или он защищает российского императора. Он просто наемник, или это регулярные войска, так сказать, России, или они защищают свой дом. И вот здесь поиски и, наверное, создание вот этой русской традиции, они перешли в другое русло. Потому что здесь это перестало быть, ну, такой интеллектуальной, скажем, игрой мирного времени, а это стало политической задачей. И нужно было, судя по всему, найти какие-то простые, понятные и такие мобилизационные идеи. И, допустим, журнал «Русский вестник», он предлагает, что вот русскость — это, прежде всего, дворянская культура. Вот задача стоит в том, чтобы европеизированных дворян, которые воспитаны французами, гувернерами и так далее, вернуть в лоны национальной культуры. То есть реально речь идет о том, чтобы сделать из них патриотов. Они не патриоты. Потому что люди, воспитанные французами, им трудно воевать с французами. Вот с кем они воюют, по сути дела. Это была еще любимая тема новиковских журналов. Обезьянство русского дворянства. Молодой российский поросенок, проведший время в Европе, вернувшись уже совершеннейшей свиньей, можно видеть безденежно на улицах всего города. Они все перерожденцы. И вот нужно теперь вернуть действительно в лонорусской традиции. А помните, у Толстого описано, как Наташа танцует русского. И откуда в этой графинке, воспитанной, вот эта русская, ее дядя сплакал, когда она аккомпанировала ее на Китай. Это в фильме хорошо показано. Предполагается, что внутри человека, это как-то что-то внутреннее, такой субстракт, который не надо даже воспитывать, он рождается. Внутри хорошего человека, потому что у какого-нибудь Долохова, у Елены этого нет, а вот у Наташи это есть. И тут привносятся всякие такие элементы, что нация, она через кровь передается или через молоко матери. Вот это через физические такие вот какие-то вещи, они присутствуют, ну просто текут в жилах, в соках. Это одна часть элиты. Другая часть элиты, как только пошла, поехала, вот эта пурга вся понеслась, там, так сказать, тот же Чаодаев очень четко сказал, что, так сказать, вот не надо вот этого, да, вот этих время слепых влебенности прошло, и прежде всего обязаны Родине истиной. А истина, значит, по Петру Яковлевичу лежит очень, так сказать, сурово, и история для России еще не началась, она пока еще в географии вообще существует. Петр Чаодаев, мыслитель и публицист, участвовал в Отечественной войне 1812 года. В 1821-м был принят в Северное общество декабристов. Своё главное сочинение, философские письма, Чаодаев написал к 1931-му году. В нем он высказал мысли об отлученности России от всемирной истории, о духовном застое и национальном самодовольстве, которые препятствуют осознанию и исполнению ею России, предначертанной свыше исторической миссии. За публикацию его письма журнал «Телескоп» был закрыт, а сам Чаодаев высочайшим повелением был объявлен сумасшедшим. В Рождественской войне 12-го года там и есть еще один проект создания русскости, который оказался самым, может быть, недолговечным, потому что это период такого идеи классицизма европейского. И идея классицизма – это возвращение к античным добродетелям, к античным образцам гражданственности. И вот на страницах журналов появляются русские курцы, русские гераклы, русские сцивулы. Это русский крестьянин, который наделяется неким подвигом античного героя. То он себе руку отрубает, то он бросается со скалы, лишь бы не быть европеизированным, то он там тот же Сусанин, который заводит там болоты и так далее. Но вот русский, он делает, совершает античный подвиг какой-либо. И вот эта идея русской гражданственности, она предполагалась, что вот она сможет объединить совершенно этнически разные компоненты. Быть русским – это не обязательно родиться там в Калужской губернии, или там в Тульской губернии. Это может быть тогда и татарин, и башкирин, и цыган, и кто угодно. Но если он ведет себя как русский, если он думает как русский, если он испытывает эмоции как русский, есть вот русский характер, русская душа, русский мороз, русское настроение и так далее. Ну еще книжная культура определенно связана уже с православной верой, где-то близко. Но все равно культура – это книжная. Русская культура, она книжная. Согласна? В то время так не думали, что это русская культура книжная. Это скорее чуть позже появляется вот такое ощущение, потому что в то время православная церковь, она заняла иную позицию. Она не взывала как бы к этническим чувствам воюющих, а выставила версию войны, как столкновение, всемирного столкновения добра и зла, последней битвы, там, дьявола и вот сил, божественных сил. И Александр I себя представлял вот именно в такой версии войны. И он-то как раз не опирался. Тут вот произошло расхождение между политическим представлением, на что должна опираться верховная власть. И вот предложением российских элит в такой национальной версии. То есть вот версия войны 12-го года для Александра I, она была вот такая священная война. Когда был заключен Парижский сначала договор, а потом Венский конгресс 1815 года, вот те национальные версии, как бы вот единства, они даже стали как бы сокращаться правительством всячески. Ну, в частности, были запрещены там карикатуры с изображением вот этих курциев, там, с цивол, там, в 1815 году. Потому что, ну, вот народ, это же как дети. Есть патерналистская версия власти, да. Вот нельзя народ показывать, как воюющий народ. Нельзя его к этому призывать. Нельзя, как бы, детей, стариков, женщин делать таким агрессивным воюющим объектом. И правительство всячески старается снять вот этот накал социальной агрессии и перевести вот разговор в два таких параллельных русла. То есть сделать антагонизм между, не между чужими и своими, между европейцами и русской культурой, а между властью и народом. И представить власть в виде вот таких божественных слуг, в виде вот служащих имени Господу, полководцев, генералов, или там верховной власть, и народ в качестве такого фольклорного. И вот поэтому послевоенные памятники, это в основном, как правило, такие пляшущие славянские, там, плюсуны, игруны, дуцы, игральщики на дуде и там так далее. И вот стихи в того времени, они тоже воспевают славься роз, или славянин, но говорят о таком внеэтническом славянстве. И появляется вот идея, и пропаганда идеи не национальной войны, а народной войны. Вот война народная у нас, война 1812 года. При том, что, вот тоже это важно понять, что и в 18-м, и в 19-м веке, на мой взгляд, все-таки была такая четкая градация между идеологией и национальной идентичностью на экспорт и внутри страны. Потому что с экспортом там дело как обстояло. Там вот как раз священный конгресс, 1615 год, собственно говоря, возникает идея европейского единства. Единства европейских монархов, союза европейских народов, победивших безбожного тирана. И даже предлагается музыкальная основа этой идеи. То есть вот на Венском конгрессе было решено взять какой-то один гимн и сделать его национальным гимном во всех странах. И, скажем, у нас вот впервые с 1816 по 1633 год был знаменитый гимн на слова Жуковского молитва русских, но музыка была английского национального гимна. Потом при Николае Николай сказал, что все, мне наскучило слушать музыку английскую, хочу русский народный гимн. И народный гимн получили создавать, конечно, самому народу. Это, значит, Алексею Федоровичу Львову, который заведовал царским конвоем и сам вообще из третьего отделения господина Бенкендорфа. Конечно, народный уже придумать невозможно. И он создал гениальную совершенно мелодию. Он остался композитором вот одной мелодии, но абсолютно гениальной. Но до этого мы, значит, с 1816 по 1833 год слушали английскую мелодию в качестве мелодии русского национального гимна. Вот интересно. То есть как бы это был очередной, вот так сказать, такой катаклизм, мы Европа или не Европа. Тут в очередной рассказали, нет, Европа. А потом в очередной рассказали, нет, православие, самодержавие, народность. И пошла вот эта вот очередной 125-й в русской истории ремейк вот этой теории осажденной крепости России. Да, крепость России. Вот все вокруг битежные и тлетворные погибают. На смену им идет молодая, единая, православная, полная сила Россия. Пока это все не квакнулось в очередной раз в Крымскую войну, где и опять к Европе, а потом опять от Европы. И вот мне кажется, что мы до сих пор вот так вот и болтаемся, не будем уточнять, как, что и где. Вот, не в состоянии решить, мы все-таки Европа не Европа, Азия не Азия. Миф или миф, нереальность, непонятно. Архив, якобы потерянный, архив Пушкина, в котором, значит, Пушкин, как наше все, осмыслив русскую историю, как раз, может быть, ну, не первый, не первый, формулирует вот это волнообразное развитие России. Правда, это никак не доказано, и там существует куча всяких легенд, домыслов и загадок на этот счет. Но, тем не менее, это ложится сегодня на... Адекватно на просвещенную вот эту волнообразную... Легкой руки, извините, что я вас перебиваю, Александр Соломонович Ахиезера, инверсионность русского развития. Тут у дема, с у дема, это у нас теперь называется инверсионность. Хорошо. И вот как раз Александр Сергеевич, это один из первых, кто после войны 1912 года пытался как мыслитель, как историк, предложить то, что мы потом, можем сказать, национальные идеи, сформулированные через все там произведения Пушкина, особенно поздние, вполне интересные. И сейчас мало кто отважится анализировать деятельность великого поэта именно с точки зрения национального мысли. И в чем национальность этого гения? Вот как раз в этих нюансах. Знаете, я вот буквально вчера читала лекцию, у меня есть такой один из моих спецкурсов, который я читаю, это русско-британские культурные взаимосвязи. И я читала как раз вот Николаевскую эпоху, вот, значит, 30-е и 40-е годы в основном. И я решила им напомнить про то, что был такой поэт Пушкин, вот, потому что студенты, они как бы все знают, что он был, но больше они вряд ли что-то про него знают. Школьное образование, оно все-таки наложило неистребимый отпечаток, вот. То есть если что в школе прошли, то к этому уже человек не возвращается никогда. Настолько он хорошо это прошел, настолько у него приятные воспоминания об этом остались. И я стала готовиться, и вдруг до меня дошло, что вот в том числе эволюцию Пушкина в 20-е, 30-е, 40-е годы, а эволюцию от таких довольно радикальных левых идей к идеям государственническим и совсем другим, умеренным, да. Очень интересно видна на эволюции его английских образцов, да. Если вот в 20-е, начале 30-х годов это все-таки Байрон, да, Вальтер Скотт, Шекспир с этими роковыми борениями, то потом он плавненько от Байрона и Вальтера Скотта уходит к поэтам озерной школы, к вордспорту, к коллериджу, к тем, кого у нас так странно называют лаикисты, у которых, лейк, озерная школа, да, у которых идеал сельской жизни, независимо от государства, вдали от двора, сам с собой, со своей душой, единство с природой, да, пошли не все нафиг эти политики, перевороты, страсти, да. Правда, потом я подумала, что если бы его не убили в 37-м году, он бы, конечно, в конце 40-х, вместе со всеми петрашевцами, Кириллом Мефодиевцами и прочими славными людьми, он бы, конечно, вернулся. Но вот он как раз, его путь оборвался вот на этом, в том числе и таком вот следовании западным образцам, ну, насколько они соответствовали его внутренним убеждениям, вот именно ухода от политики и отрицания, упор вот на внутреннюю такую душевное состояние. Что, кстати говоря, может быть связано и с русским масонством. У нас же вот сейчас золотые идеи русских масонов, новиковцев тем же самым. Да, что человек дикий камень, да, и задача обтесать этот камень, превратить его в камень краеугольный. И что там она политика, и самое главное, что, вот так сказать, да, политическое масонство не получилось ни у Новикова, ни у его, тех, кто пытался продолжить это дело. И вернулось все опять же к душевному, к духовному самому совершенству. И, правда, не очень понятно, как оно будет идти без социального. В России масонство известно с начала 30-х годов 18-го столетия. Во второй половине 18-го века масонство получило распространение в среде образованного дворянства. Наибольшим влиянием пользовался кружок московских масонов, в который входили Иван Шварц, Иван Лупухин, Николай Новиков и другие. К 20-м годам 19-го столетия членами лож были почти все участники движения декабристов, многие видные государственные и общественные деятели. В 1822 году масонские ложи были запрещены указом Александра Первого. Потребляется в словосочетании как национальный код. Никто не понимает, что это такое. Или матрица. Или матрица, да. Но вот ощущение, что есть что-то такое на каком-то внутреннем... Что физично по отношению к той же самой нации, что когда-то в начале... И не управляемость. Лень, поперед тебя родилась, говорила она. Вначале лень, потом ты и родилась. А то, значит, что вначале родилась матрица, а потом уже возникла нация под эту матрицу. Это, конечно, субъективный идеализм в философии называется. Да, да, да. Но то, что лежит, то, что вы сказали, передается с молоком матери, вот нечто такое сложно понимаемое. И этот код может относиться к другим культурным нациям. Но вот когда появилось вот это представление, что есть некое внутреннее какое-то неменяемое зерно, и вот это вот не то, что надо воспитать, как во времена Екатерины II или Елизаветы во время царствования, а вот то, что уже внутри заложено, почти биологически, вот оно присутствует, тогда и меняется представление о том, как вести себя со всем этим. И вот во времена Николая I русскость надо не искать и создавать, а ее надо изучать. И вот это перекодирует взаимоотношения с русскостью. Она уже изначально есть. Ее надо только изучить, понять, найти вот эту природу этого. И поэтому на это направлено очень многое. Создается история русского народа. Пишется уже не государство, а история русского народа полевого. Академия наук приступает к археологическим экспедициям. Они ищут русский стиль в археологических экспедициях. У тебя изучаются орнаменты, цветовые решения. Только с красным знаменем, сколько у нас связано, так сказать, изменений вокруг него. Это пасхальный цвет или это рабочий крестьянский символ? Это что? Вот. И традиционный цвет там в Ядске любви. Создаются новые архитектурные стили. И речь теперь уже идет не о том, что Россия есть некий русский вклад в мировое искусство. Не какое-то сумма творений или текстов, или каких-то произведений, которые бы мы могли сказать, вот есть общемировая копилка или сокровищница, и вот вклад России. А есть особый русский стиль. И вот этот русский стиль нужно представить. И этот русский стиль должен быть во всем. Он должен быть в поведении, он должен быть в политике. России не надо копировать Европу. У нее свой собственный путь. У нее свой собственный русский стиль. И это вот происходит действительно аппроприация русскости на уровне политики. Когда это становится государственной проблемой и государственной задачей поиски вот такого особого пути. И при этом это все на очень такой толстой консервативной прокладке. Вот опять же, можно на примере всех этих экспериментов с русским и народным, посмотреть на историю двух проектов Храма Христа Спасителя. То, что вот сама идея о сооружении Храма Христа Спасителя, между прочим, была подсказана Александру I генералом Кикиным, который решил отблагодарить создателя за то чудо, которое случилось в ходе войны с Наполеоном. И при Александре за основу был принят проект Виттберга, который был такой, как мы бы сейчас сказали, екуменический. Он не был вот так вот укоренен в православии. Тот, который на Воробьевых горах. Да, на Воробьевых горах три храма, как бы три состояния человека. Это был такой очень религиозно-мистический такой масонский и кубенический проект, в общем, европейский. Ничего не получилось по разным обстоятельствам. И тогда при Николае приходит Константин Тон, тоже с идеей русского народного храма, ориентированного на Византию. В Византии никогда не было таких храмов. Там пятиглавые храмы, там по пальцам одной руки в Византии, можно перечитать. То есть это скорее представление Константина Тона, императора Николая, у Византии, как обосновировать на самом деле, это, конечно, чисто вот то, что они там считают древнерусским и вообще русским, имеющим корни Византии, это Московское царство, всё. И этот пантеон их замечательный, который до сих пор для нас самое святое, после речи Тащи Сталина, особенно 7 ноября 1941 года на параде на Красной площади, вот Александр Невский, Дмитрий Донской, там потом Иван и все. И этот пантеон ведь впервые был сформирован в первом письме Ивана Грозного Андрею Корпскому, да. Вот он ему говорит, что там мы там не кто-то там такие, а вот мы волею наших предков, Господа Бога. И вот, значит, и начинается там вот Невский, Донской, там, да. Создается такой как бы милитаристский пантеон. И именно при Николае и потом при Александре II стилизованные изображения шлема Александра Невского вносятся в большой герб Российской империи, да. То есть он вот, так сказать, уже впечатывается в матрицу ту самую, да, благодаря которой она приобретает такой очень милитаристский вид, потому что Невский всё-таки воспринимается, святой благоверный князь, защитник отечества прежде всего. На очень толстой консервативной подкладке. А опять же, Запад гниёт и разлагается. Мы идём ему на смену молодые, бодрые, полные сил, да. И все попытки предупредить, что не такие мы молодые, не такие мы бодрые, не такие мы полные силы, у нас неразрешимые противоречия. И вообще мы последняя христианская сторона в Европе, где есть рабы и рабовладельцы. И этих рабов несколько десятков миллионов. И они не другого цвета кожи, они точно такие же, да. Это всё как-то после смены эпохи во II плане XIX века вроде бы это уходит. Начинаются реформы в значительной степени, перерабатывающие европейский опыт. И заканчивается всё это всё равно тем, что в 1880-м году Фёдор Михайлович Достоевский произносит свою знаменитую пушкинскую речь. Это просто сборник таких русских национальных химер, да. Опять все человечность русского человека, который призван воплотить в себе всё, собрать всё лучшее. И пошло, поехало, понеслось, да. Вот. И там уже, в общем-то, недалеко академика Киева с советским народом, как новой исторической общностью людей. Совсем недалеко на самом деле. Спасибо вам за то, что мы столь интересно с вами провели этот час истины. А с вами, уважаемые зрители, мы вынуждены проститься, чтобы встретиться ровно через неделю и обязательно продолжить наши экскурсии в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.